И сегодня я хочу вместе с вами открыть книгу пророка Исаии и хочу поговорить сегодня на очень такую практичную тему. Она может быть в чем-то будет продолжение того, о чем мы говорили с вами в прошлое воскресенье. Из-за того, что эта тема кажется вроде бы такой, ну, понятной, многие люди ей совершенно пренебрегают, а эта тема понятная, но из-за того, что она понятная, она не стала менее важной, а мы ей пренебрегаем. И вот об этом, об этом есть много мест в Священном Писании, я лишь открою одну из них, это книга пророка Исаии, 50 глава. И я прочитаю это место по современному переводу, по переводу российского библейского общества. Господь Бог язык умудренного дал мне, и я умею уставших поддерживать словом. По утрам Он мой слух пробуждает, чтобы я слушал так, как слушают умудренные. Господь Бог открыл мне слух, и не воспротивился я, не отступил назад. И вот в этих стихах, смотрите, Бог говорит о двух вещах. Бог дал пророку, во-первых, умудренный язык, а во-вторых, умудренные уши, или умудренный слух. Две вещи. И вы знаете, я вот обратил внимание, ну, как я думаю все вы, что мы очень много внимания уделяем тому, как правильно говорить, как правильно сказать. Есть и курсы разные, и тренинги, там, ораторского искусства, как говорить убедительно, как говорить вдохновенно, как говорить точно. То есть, как правильно говорить. Целый курс и лекция есть, да? Но я никогда не видел, чтобы был курс, как правильно слушать, например. Как правильно говорить есть, как правильно слушать. Но одно неразрывно связано с другим. Неразрывно связано с другим. Чтобы иметь мудрый язык, необходимо иметь мудрые уши. Трудно себе представить человека с мудрым языком и глупыми ушами. Мудрый язык связан с мудрыми ушами. Мудрые уши должны быть. Я думаю, это очень-очень важно. Мы часто не умеем слушать, потому что нам кажется, а что тут уметь? А что тут уметь? И когда мы читаем Евангелие, слова, которые Иисус часто повторяет, в разных Евангелиях мы видим, да? Кто имеет уши, слышать, да? Да, слышит. Почему Он так часто об этом говорит? Потому что иметь уши и просто слушать – это физиология. У нас есть уши, они слышат разные звуки. А вот умение слышать – это уже определенное искусство. Мы не умеем слушать, мы не умеем слышать друг друга. А хотим мы уметь слышать Бога. Нам кажется, мы людей-то не слышим, а Бога-то уж слышим, точно слышим. И отсюда рождаются очень многие фантазии. А очень важно уметь слушать. И чем больше ты хочешь говорить, тем больше ты должен учиться слушать других. Слушай. Потому что Бог может проговорить к тебе через любого совершенно человека. Вот я за десятилетия своего пастырского служения убедился. Бог может говорить ко мне через любого человека. Как-то пришел один брат. Он говорит, о, пастыр, вы знаете, я хочу с вами поговорить. Он говорит, я вот только вот начал читать, впервые прочитал Евангелие. И я вот прочитал впервые Евангелие от Матфея. И знаете, пастыр, что я понял? Вы знаете, когда к тебе приходит человек и говорит, что он впервые прочитал Евангелие от Матфея, и он понял, и он хочет тебе об этом сказать, ты смотришь на него и ты думаешь, это я должен тебе говорить про Евангелие от Матфея. Я Библию не один раз прочитал, всю, целиком. Много раз прочитал. А ты впервые прочитал Евангелие от Матфея, и уже что-то тут мне хочешь рассказать. В действительности у каждого человека есть что-то особенное, чего нет у другого. Например, да, может быть, этот человек и не читал несколько раз Библию, как я, но у него есть свежий взгляд человека, который только что прочитал Евангелие от Матфея, а у меня этого взгляда нет. И я, когда начал его слушать, я думаю, ну, как интересно он говорит. Интересные вещи. То есть я вдруг увидел интересный взгляд человека, впервые прочитавшего первое Евангелие в Новом Завете. Он делился и, казалось бы, первый раз прочитал, я даже не знаю, сколько раз я читал Евангелие от Матфея, но он говорил, и некоторые вещи я для себя отметил. Но если бы я не умел слушать людей, разных людей, мы же такие тут церковные руководители, и уж через кого Бог говорит, так это через нас, людям, а другие должны просто внимать и аминькать в нужных местах. Пасторы, как руководители, а для руководителя это большая проблема, уметь слушать других, потому что он же руководитель, но тут руководить всем должен. И часто руководители разучиваются слушать. И когда пастор так сильно отождествляет себя с руководителем, отучивается слушать людей, то в итоге он и говорит, говорит какие-то банальности, говорит одно и то же все время. Почему? Слушать не научился. Слушать не приучился. И поэтому, вы знаете, мне не важно, у меня в следующем году будет 30 лет проповеднического стажа, но я все больше убеждаюсь, как важно уметь слушать людей, чтобы когда я проповедую, я знал, какие у людей вопросы, какие у них мысли. Поэтому не важно, как Бог тебя поднимает, не важно, сколько лет ты в церкви, ты все равно должен уметь слушать и слышать людей. Это чрезвычайно, чрезвычайно важно. И поэтому пророк Исаия, он здесь и говорит, Бог дал мне умудренный язык, чтобы поддерживать словами. Не бить словами, не обличать кого-то, не пытаться себя возвеличить своими откровениями, а поддерживать. Помогать людям своими словами. И поэтому, написано, по утрам он мой слух пробуждает, чтобы я слушал, так как слушают умудренные. Вот иметь умудренный слух, уметь слышать людей, чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно. И я хочу сказать вам три практических совета. как необходимо правильно слушать друг друга, слушать людей, слушать собеседников. И что интересно, это помогает нам, это умение помогает нам правильно слушать и слышать то, что Бог нам хочет сказать. И самый первый совет, который бы я хотел сказать, казалось бы, очень простой, но у меня ощущение, чем дольше мы живем, тем все сложнее и сложнее именно с этим советом. Первое. Сфокусироваться на собеседнике. Сфокусироваться на собеседнике. Сфокусироваться на собеседнике. В наше время, когда у нас куча телефонов, разных гаджетов, компьютеров, когда телевизионные панели везде нас окружают, и все требует нашего внимания, так трудно бывает вот людям сфокусироваться даже на разговоре. Я неделю назад говорил, как вот важно уметь фокусировать свое внимание на чем-то. Потому что мы настолько обленились, да, вот мы можем, даже когда смотрим компьютер, мы можем только какой-то маленький кусочек прочитать, да. Вот прочитаешь маленький кусочек, некоторые говорят, ну там неинтересно. Нам даже интересно, но если много, уже сложно читать. Вот прочитаешь маленький кусочек, и там какая-нибудь ссылка, и тебе интересно. И ты открыл, посмотрел, статья на интересующую тебя тему, но большая. И ты такой думаешь, хорошо, статья интересная, мне она очень интересна, но тут так много букв, что я сейчас не осилию ее. И ты возвращаешься к маленьким каким-нибудь там, почему соцсети популярны? Ну там же мало. Как правило, пишут. Вот. Возвращаешься, и ты читаешь. То есть ты не то что, ты не то что, не читаешь, ты читаешь, но тебе трудно сфокусироваться на большом тексте. И точно так же вот мы, мы привыкли, вот там, там, вот это открыл, это, это, и вот наше внимание такое становится рассеянным, рассеянным, рассеянным. И потом, гости, мы приглашаем людей к себе, мы хотим общаться, да, мы же для этого собрались. И вдруг мы замечаем, что мы не можем сфокусироваться на, слушаясь человека, и все время куда-то улетаешь в своих мыслях, да, не сфокусировался, все время куда-то, куда-то отвлекаешься. И поэтому получается, что даже если люди говорят, такое чувство, что общения это нету, а каждый как будто говорит о своем. Поэтому тут есть важнейшее правило, как сфокусироваться. Да, очень важно. Зрительный контакт должен быть. То есть, когда вы общаетесь, важно глазами периодически встречаться, иначе это не общение. Потому что, когда общается, общается, все время где-то в чем-то, вот он все время в чем-то. То есть, говори-говори, я тебя слушаю. Говори-говори, я все, все понимаю, все. А его как будто здесь нету, да? И ты говоришь, и тут дело не только в том, что взгляд это уважение, но и в том, что когда мы говорим, вот понимаете, мы, у нас есть какое-то сообщение, мы что-то хотим сообщить. И это сообщение состоит из информации, из наших переживаний по поводу этой информации, наших ощущений. И когда мы передаем человеку, мы же передаем не просто вербально, мы передаем, у нас какая-то мимика, у нас какие-то вот жесты, у нас какой-то, причем бывает, эта мимика на какую-то долю секунды появляется. Но когда ты смотришь на человека, ты воспринимаешь то, что он говорит, не только вербально, не только на слух, но ты смотришь его мимику, его жесты, его эмоции, понимаете? Ведь не случайно, обратите внимание, намного интереснее слушать видеоролики, чем аудио. Интереснее. Если, например, у меня есть возможность послушать аудио проповедь и видео, я всегда выберу видео проповедь послушать. Казалось бы, зачем? Ведь аудио в чем-то удобнее, ты можешь слушать, делать свои дела, и когда дела есть, и у меня нету времени, то я, конечно, я включаю и просто делаю свои дела, но если есть возможность, я лучше буду смотреть. Почему? Потому что, когда человек говорит, у него, вот смотришь на него и почему-то понимаешь лучше, чем просто, когда его слышишь. Я думаю, многие обращали внимание. И вот точно так же драгоценны в общении, когда мы передаем, мы же очень много передаем, не только информацию в словах, очень много всего передаем. И уловить это можно только при визуальном контакте, когда наши глаза встречаются. Наши глаза встречаются. Даже в церкви, я знаю, сейчас у нас такие меры предосторожности, мы не обнимаемся, мы ни с кем за руку хай-фай не делаем, мы все принимаем меры предосторожности, но все равно, ведь когда мы собираемся все вместе, так важно, вот посмотри вокруг себя, чисто зрительный, вот контакт, пару, два, три человека, налажишь контакт, заметь, ты сейчас уже сидишь немножко другой, проконтактировал, да, ты встретил глаза другого человека, и это очень важно. Я в последнее время просто замечаю, что больше общения, когда люди вообще взглядами практически не встречаются, не встречаются, а не может быть полноценного общения беззрительного, не может быть, потому что даже, хотя вроде бы главная информация идет у нас через слово, вербально, да, но большую часть информации человек воспринимает все-таки визуально, через глаза, через глаза, и когда мы видим, то несмотря на человека, мы теряем очень многое из того, что он хочет нам сообщить, поэтому драгоценное важно, вот важно, я всегда стараюсь, если вот пастор, можно поговорить, а я знаю, что если у меня есть какое-то время, я могу поговорить, но я не буду говорить, если я тут делаю дела, и говорю, да, говори там что-то. Второе правило, которое я считаю очень важным, как научиться слушать, сопереживай своему собеседнику, потому что важно не просто услышать, что он хочет тебе сказать, но постараться увидеть то, о чем он говорит глазами твоего собеседника, почему в этом проявляется наша заинтересованность. А мы так ведь нуждаемся, чтобы вот кто-то был заинтересован нами, тем, что мы хотим сказать. мы же не на радио работаем, нам нужно сочувствие, сопереживание, и мы чаще всего ради этого-то и говорим, ради этого сопереживания, сочувствия. есть моменты, которые связаны с сопереживанием. Знаете, я не так давно вспоминал один момент из своей жизни, который произошел более 40 лет назад, когда я был в детском садике. И мы были на прогулке с детьми, воспитательница говорит, все, прогулка заканчивается, идем все в группу туда, в здание, а я где-то сбоку там клумбы были, я просто лег на траву, было довольно тепло, в куртике какой-то лежал, и просто смотрел на небо, и дети уже выходили, а мне не хотелось уходить, я хотел лежать и смотреть на небо, я думаю, что-то она воспиталка говорит, уходить, а мне не хочу уходить, вот, лежу, и дети уже почти все ушли, и никого не осталось, и тут какая-то девочка подошла и говорит, Витя, вставай, ты же простудишься, или курточку испачкаешь, а мама тебя может наругать, лучше вставай, пойдем, вся история, понимаете, я более сорока лет помню этот момент, более сорока лет, почему, да потому что, вы же знаете, дети, они настолько эгоистичны, детей интересуют только они и их хотелки, все, им интересно только, ну, смотришь, там, подарок папа принес, бегу, вроде сегодня не принесет, ну, ничего, ничего страшного, можно не бежать, то есть, дети, они очень эгоистичны, и когда ты вдруг сталкиваешься, что кто-то переживает о тебе, вот, ну, да не все ли равно, ну, испачкаю курточку, ну, влетит мне от родителей, ну, мне же, влетит тебе-то что, а вот, вот, заинтересованность, какое-то сопереживание, оно, не знаю, что я встал, пошел туда в группу, на самом деле, вот, и до сих пор помню этот, казалось бы, ничем не примечательный момент, мы думаем, чтобы человека заинтересовать, чтобы его тронуть, нужно что-то такое сказать ему, такое интересное, приинтересное, тогда он скажет, о, Виктор, мне такое сказал интересное, проинтересное, да, как, вот, я помню, в одной проповеди, случайно, вот, я сейчас жилею упомянул, что, я недавно, когда молился, мне вдруг, я вдруг понял, почему погибли дятловцы, вдруг, вдруг понял, да, вы бы представили, сколько мне людей, потом писал, кто смотрел интернет, пробует, пастор, раскрою нам секрет, один мне даже деньги обещал, нормально обещал, половина, наверное, моей зарплаты, хорошая сумма была, ну, правда, конечно, мне говорят, что-то дешево, надо так, дороже было, да, вот, но я не бизнесмен, я просто ничего никому не говорю, вот, вот, и ты думаешь, вот что, это интересно, вот это интересно, вот это интересно, и вот нам, мы все время за интересненьким бегаем, бегаем, но я уверен, если бы я его сказал, то некоторые бы сказали, а-а-а, вот так вот, но когда кто-то проявляет сопереживание к нам, понимаете, без великих откровений, без раскрытия секретов дятловцев, без точной даты конца света, когда Иисус придет, и как придет, и на чем придет, вот, вот даже без этих деталей, кто-то проявит сопереживание, это так трогает, это так трогает, вот людям надо сопереживание, понимаете, сопереживание, и отсюда, наверное, третий момент, как же научиться слушать, важно дослушивать собеседника, дослушивать, вы знаете, когда я общаюсь с людьми, я далеко не все принимаю, из того, что они говорят мне, но важно, мы и не должны все принимать, но важно уметь понимать, понимать, есть много мест из Библии, на каждый из этих пунктов, я могу взять, из притч особенно, помните, там, кто дает ответ, не выслушав, тот глупый, стыд, ему много мест из притч есть, но опять-таки, видите, вот когда мы дослушиваем до конца, а это такая опять редкость, потому что ощущение, что когда сегодня люди общаются, они ждут паузу, чтобы самому начать говорить, вот момент, ждут, у нас даже как-то был случай такой, и к нам гости пришли, что-то сидели, все говорят, 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 а сын пришел, ему тогда лет, года четыре, по-моему, было, он сидел, слушал, а он привык, что он говорит там, а тут он слушает, слушает, и слова не может вставить, не может вставить, Слушаю, 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 слушаю. Потом как вскочил на стул и говорит, тихо, я тоже сказать хочу. И вот знаете, ну, конечно, когда ребенок, это смешно. Но когда взрослые, мы, может быть, так себя не ведем. Но у нас точно такой же же. Вот мы говорим, и мы, каждый хочет что-то сказать о своем, и мы не слушаем друг друга. Не слушаем, не дослушаем до конца. Честно, понятно там, о чем уже все понятно. Я, конечно, знаю, что есть такие люди, которые ходят и ищут уши, чтобы просто присесть на уши. Это другая тема, может быть, отдельной проповеди. И у меня бывает, я знаю, что вот там пастор, вот я хочу. И есть такие люди, они приходят, они, они, о, пастор свободен, я тебе сейчас хочу сказать. Ну, знаете, это ведь наша потребность быть услышанными. Нам часто, особенно мужчинам, с этим трудно, потому что мы считаем, что нужно тут же дать какой-то практический совет. Практический совет. Вот надо как-то вот практический совет, да? А людям не нужен часто практический совет. Им нужно просто, чтобы их какое-то время послушали. Большинство людей, которые ко мне записываются на беседу, вы думаете, им мой совет нужен? Нет. Поэтому я всегда говорю, вот у меня есть 20 минут, эти 20 минут, можете 10 минут говорить, 10 минут меня послушать, можете одну минуту говорить, меня послушать, если вам нужен совет, а можете говорить все 20 минут, в конце помолимся. Я знаю, что людям надо высказаться, чтобы их послушали. Я знаю, что эти, если я даю 20 минут, то я буду человека слушать. Я не буду так вот пережидать, когда я его назову. Ну, все. Аминь, сестра, аминь. Аминь. Нам надо, и нам очень хочется быть услышанными, чтобы кто-то проявил внимание, кто-то послушал нас, кто-то выслушал нас, выслушал, отвлекшись от всех своих дел, от всех своих гаджетов. Потому что, когда мы в этом всем, то мы не слышим. Даже воспринимая информацию, даже если ты как Юлий Цезарь, ты все параллельно делаешь, ты там все. Ну, на самом деле, ты не можешь сопереживать. Не можешь. Поэтому я, помните, я показал ролик на прошлом собрании, когда концентрируешься на команде и не видишь огромную черную обезьяну, которая выходит, бьет себя в грудь. Я говорил, что в этом-то и есть суть молитвы, когда ты учишься не концентрироваться на земном, на делах, на проблемах. Потому что, вот как в молитве люди приходят, да, говорят, я Бога не слышу. Да как ты Бога услышишь? Ты сконцентрирован на своих проблемах. Ты пасы считаешь. А этот, а этот, а у меня еще и Господи. А вот это... И мы думаем, что вот общение с Богом, это как можно больше вспомнить, чтобы ему рассказать. Думаю, Бог один из самых великих слушателей во вселенной. Потому что мы ему все рассказали, «Аминь, Господь!» И пошли. А потом говорит, «Постой, что я Бога не слышу?» Ну, конечно, нет. Ты ему только говоришь, зато он тебя. Только и слушает целыми днями. Но когда ты учишься вот отрешаться, вот от этих... Убирать внимание от каких-то дел, проблем, вопросов, вдруг начинает проявляться целая картина. И это в отношении с Богом важно и в отношении друг с другом. Потому что вот то, что возможно при соприкосновении душ, это что-то фантастическое, когда люди чувствуют гармонию, единство, Божье присутствие ощущается как никогда. А для этого необходимо вот от всех проблем каких-то на время отойти и просто посвятить вот этому единению какому-то внутреннему, слушанию умения. И когда человек учится мудро слушать, через какое-то время у него и речь меняется. Он и говорит по-другому уже совсем. Мудренные уши приводят к умудренному языку. И я в конце еще раз хочу вместе с вами прочитать Исайю, 50-ю главу. Сейчас время такое, когда будут выходные и время у нас есть. У нас вообще в течение этого года как-то больше времени. Много поездок убрали, много каких-то мероприятий отменилось. И больше времени у человека быть с близкими людьми, с родными людьми, с друзьями. Больше времени появилось. И оказалось, что то, что ой, у меня не хватает времени, я на семью, ой, у меня не хватает времени на близкое общение с дорогими для меня людьми, ох, сколько дел, сколько дел. И вот теперь дел стало меньше, и у тебя есть время для общения с близкими, с семьей. И многие увидели, что время появилось, а не общается как-то, потому что слушать-то не научились. Сейчас у нас будут выходные дни, да, время. И вообще рождественские, новогодние праздники связаны вот с семьей, с дружбой, с людьми, которые могут собираться все вместе, вспоминать Рождество, общаться друг с другом. Я предлагаю, давайте это время будем больше посвящать тому, чтобы слушать друг друга, быть услышанными друг другом, общаться друг с другом. Исайя, 50-я глава, 4-й стих. Господь Бог язык умудренного дал мне, и я умею уставших поддерживать словом. По утрам Он мой слух пробуждает, чтобы я слушал, так как слушают умудренные. Господь Бог открыл мне слух, и не воспротивился я, и не отступил назад. Бог открывает слух. Когда мы слушаем, то возможно мы услышим не только то, что мы хотели бы слышать, но важно уметь слышать не только приятное. Я думаю, в этом может быть одна из проблем, почему верующие часто Бога не слышат. мы хотим не просто слышать Бога, а мы хотим, чтобы Бог говорил именно в рамках нашей конфессии. Баптисты хотят, чтобы Бог с ним по-баптистски говорил, пятидесятники, чтобы в рамках пятидесятнических доктрин. Но нету пятидесятнического Бога, нету баптистского Бога, нету литеранского Бога, нету католического Бога. Есть Бог. И вот уметь слышать Его не в узких вот, вот он только так, и вот только так может говорить, но шире. Точно так же и общаясь друг с другом. Слушай не то, чтобы ты хотел, а другого человека. сопереживая Ему. Когда тебе будет нужно кто-то услышит тебя так же. И в конце я хотел бы напомнить строки Андрея Дементьева, финальное четверостишее из его стихотворения ни о чем не жалейте. Там помните в конце? Никогда никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви, пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушайте вы. слова не слова не имеют значения если некому слушать на самом деле. И любая гениальная речь нуждается в гениальном восприятии. Иначе это просто пустой звук. я думаю, что если в эти новогодние рождественские праздники мы по-новому будем слушать друг друга, то это будет самый потрясающий Новый год в нашей жизни. Мы сможем пережить то, чего мы никогда не переживали раньше. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Бог, я благодарю Тебя за нашу семью, за нашу церковь, за наш духовный дом, за то, что Ты сделал нас близкими и родными друг к другу через кровь Иисуса Христа. Через эту драгоценную кровь мы стали братьями и сестрами, частью большой небесной семьи. И я молю Тебя, мой Бог, чтобы в нашей духовной семье была теплота, был уют, чтобы в нашей семье, Господь, мы были внимательны и слышали друг друга, чтобы здесь мы не ощущали себя одинокими, потерянными, но ощущали себя услышанными, услышанными, Боже. Благослови, благослови наши уши, дай нам умудренный слух. я молю тебя, Господь, чтобы наши уши были внимательны, умели слышать ближних, и чтобы, научившись слышать друг друга, мы смогли намного лучше слышать тебя, слышать голос нашего доброго пастыря, быть внимательными, уметь слушаться, благослови Господь, чтобы это простая, но важнейшая вещь была в нашей жизни, была в наших семьях, в наших домах, между супругами, между родителями и детьми, умением слышать друг друга, я молю, мой Бог, исцеляй отношения в семьях, исцеляй отношения между супругами, покажи, что нам надо не только стараться все друг другу объяснять, возможно, нам намного больше нужно уметь слышать, слышать друг друга, благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь, я молю, мой Бог, чтобы Ты учил нас сопереживать друг другу, не возноситься, не уничижать, но сопереживать друг другу, интересоваться друг другом, Господь, быть открытыми, друг для друга, слава Тебе, Иисус, Благослови Господь, благослови Иисус, Аллилуйя, и вы знаете, давайте еще помолимся за людей, мне говорили, что несколько человек написало, что они порой приглашают своих знакомых, друзей, которые еще не веруют в Иисуса Христа и смотрят онлайн-трансляцию вместе, я хочу помолиться сейчас, не просят пастор, чтобы помолиться, молиться покаяния, я хочу помолиться, если вы там смотрите онлайн-трансляцию и вы никогда не переживали единение со Христом, то, что Библию называют рождение свыше, вы хотите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце, возродил вас для новой жизни, став вашим Господом и Спасителем, давайте сейчас скажем эту молитву все вместе, скажем с верой, что Бог нас слышит и нам обязательно ответит, всемогущий Бог, скажите вместе, всемогущий Бог, я благодарю Тебя за то, что две тысячи лет назад на Голговском кресте Ты взял мой грех, взял беззаконие, пролил свою кровь за меня, пострадал за меня и на третий день воскрес из мертвых, и поэтому сегодня я молюсь за Тебя, я молюсь, прости меня, очисти меня, войди в мое сердце, с этого дня стань моим Господом и моим Спасителем навеки, моя жизнь в Твоих руках, аминь. Давайте прославим нашего Господа. Если вы эту молитву говорили впервые, то если вы из Екатеринбурга, рады вас видеть каждое воскресенье здесь в 11 часов в центре города Шейкмана 7. Если из другого города, будьте в той общине, найдите общину живую и посещайте собрание, потому что церковь это не просто онлайн какие-то проповеди или пения, церковь это прежде всего живое общение, которое возможно только лично. Поэтому приходите и будьте частью Божьей семьи. Дорогие друзья, пожертвования можно внести любым удобным для вас способом. Способ первый. На сайте церкви NewLife.ru в разделе поддержать нас с помощью платежного сервиса Робокасса ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. с помощью QR-кода который также размещен на сайте церкви в разделе поддержать нас. Способ третий. Через сервис Сбербанк онлайн в разделе оплата услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Большая просьба точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе поддержать нас. Если у вас возникают вопросы о способах пожертвования вы можете задать их по телефону 8-912 22-333-02 Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. двух - Субтитры подогнал «Симон»!